качаю димон качаю всем привет ребят с вами в ломобой это загра тур и сегодня у нас тест нового спота очень не характерного вообще турные движухи и крыма в частности вы считаешь качать колеса это необходимая процедура для того спота на котором мы будем сегодня кататься к сожалению они ставят бескамерные свои любимые 60 psi набить их не смогу но примерно 40 думаю дать а подвеску накачаю 120 вилку 250 аморг ладно ребят не будем долго вас морозить хотя в севастополе на самом деле сильно холоднее чем в алуште мы в парке учкуевка и идем смотреть на первый крымский памп компании в карамс я надеюсь он оправдает возложены на него ожидания и мы сейчас славно закатнем вот нашли на вам вам огромный на самом деле вот там еще большой я думаю пробовать вообще смысла нет это мой день судя по всему он даже катит это на первый взгляд кочки неравномерные хоть радиусы у них вроде бы плавные они сами высокие и частые такая такой же косяк у эфка был на пампе в черке зоне надо поехать посмотреть ну пока что типа даже неплохо считаю что это хайроллеры а не кросс маркер ой ну вот этот роут просто он тут лишний как и вот этот димон что-то заставляет делать какие-то серфы и перекладки кущение как будто бы я слалом вели здесь загнал димона в лужу но там вроде бы травка о кстати такой вопрос ребят как думаете сколько мэрс задонатил на памп чтобы тут его лога висела напишите в комментарии да есть такое он в натуре очень резкий то есть прям со всей дури резкий есть нет две ахиллесных 5 и 3 то вот эта кочка по центру вон та кочка за леной и какая-то пара поворотов в центре это вот этот вираж например если бы уклона не было ты бы его по умолчанию резал внутрь и вылетал бы уже не попадал в этот а так получается что ты заходишь пошире уже как бы в наклоне и идешь по широкой траектории хотя если присмотреться видишь как накатана траектории в этом вираже она вся понизу ведет а правильная его счетом на как по верху слушай ну вообще фиг вытащишь памп действительно очень резкий и если в том же марин или строгино даже на трейловом байке с 29 колесами получается серфить серией несколько кочек подряд то на этом компоновка вся плотная из виража выходишь и вот как будто бы задним цепляешься за ролл из-за того что он слишком резкий хотя вот на этой две кочки низкие плавные но все равно не хватает вытянуть байк чтоб пройти их нормально на заднем колесе на хардейле уверен сто процентов будет прям хорошо но возникнет вторая беда избыточная скорость то что виражи узкие и даже на хардейле когда выходишь на большую скорость будешь в них просто утыкаться не в кочке как на подвесе а уже в повороты ну чё то еще могу видимо в общем ребят может показаться что мне памп не понравился я его постоянно называю затычным то что повороты у него узкие кочки резкие но по сравнению с трейлами в алуште он вообще не затычный в общем я это говорю на фоне того что получилось на пампе в черкезоне от того же производителя вы вообще можете сказать что приехал блогер из москвы тут все нам обосрал но свой опыт не пропьешь как бы я знал что от него ждать в целом и он лучше чем мои ожидания честно на бмк для новичка это идеальная площадка для обучения но если вы уже хорошо умеете кататься резкие виражи будут ограничивать вашу скорость не знаю можно как-то приспособиться но в целом для дальнейшего прогресса там на соревновательный уровень вот сейчас чемпионат мира по пампу отборочный этап провели в Ижевске к нему конечно здесь в полной мере не подготовиться нужны площадки где-то еще все на меня уже орут а этого надо валить отсюда а ты не хочешь снять чего про тот маленький? ну это же детский тем более ты на нем есть уже он же есть сегодня у нас 30 декабря вот так что видео это выйдет уже после нового года но всех наступившим в 2020 удачи в новом году новых трейлов трюков поменьше падений и пожалуйста без травм с вами был Глумобой до скорых встреч короче мне сказали получишь права будешь водить бусик но ключи то дали уже сейчас так что все ребят счастливо оставаться на велике докрутите давайте возвращаем наш эндуро режим ну как то вот так наверное а так это они сдулись что ли да ладно офигеть сами короче адаптивные покрышки Максис Максис хайроллер памп автоматически после съезда с памптрека они теряют давление там вот бич всех памптреков в мира наверное это дети мой велосипед на нем лишний и наверное я на нем тоже лишний а я же нифига не на слаломном и даже не на кроссмарках коротко о культуре вообще вот поведение не знаю парк настолько свежий здесь вот еще вот пахнет деревом после обработки ну вот какой проехал по газону вот человек понадобилось тебе съехать с грунтовочки вот сюда на чистую плитку ты еще говна сюда натащил где культура приехал бы убрал за собой если смотришь это видео то есть вот 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 вот